друзья всем привет ну традиционное итоговое видео за месяц и в этот раз будет не традиционная я покажу кое-чего из обустройства мастерской ну собственно тут где-то я прибирался где-то что-то менял местами но и в итоге сделал кое-что полезное для удобства фактически из четырех углов мастерской только вот этот вот более-менее обустроен где все реально под рукой все удобно но сейчас появляется все новые новые интересы появляется токарка под нее тоже надо выделить отдельный угол это все дело обустроить удобно ну и самое главное что меня дико парит это то что надо переделывать стеллаж его надо разбирать куда-то девать все эти обрезки все это дерево это конечно возможно застопорит кое-какие проекты но делать это надо в любом случае опять же это огромный задел туда можно несколько станков поставить туда собственно я хочу поставить и ленточную пилу и фуганок вот но зато работать будет гораздо удобнее конечно стеллаж нужен будет новый более крутой который будет врезаться в стену то есть это уже все дело будет не на пол опираться висеть на стене то есть кронштейны с лесом другой стороны конечно я сейчас уже не буду так как раньше кубами закупаться то есть чисто под проект поехал что-то купил пару досок распилил их на месте лобзиков машину засунул и все вот эти столы за моей спиной я наверно дам под торцовочные пилы под шлифовальные станки токарник придется пристраивать к моему сборочному столу ну просто больше реально места негде ну и потом опять же камеру надо как-то по кругу подносить иметь возможность а если токарник поставить какой-то стен то соответственно мы потеряем очень много пространства для творчества но в плане съемок вот ну я как видите тут что-то по мелочи какие-то полочки изобретаю потому что много не обыгранного пространства а каждая полочка так или иначе увеличивает площадь мастерской также уже скоро надо будет вплотную задуматься вытяжных установках ну сейчас у меня есть один циклон до который я сделал чисто для уборки нужны будет уже встраиваемые какие-то установки под каждый станок ну как я говорил коллектора здесь делать не хочу то есть какую-то общую систему соответственно у каждого станка ну почти до у каждого будет свой циклон но это все конечно ерунда по сравнению с тем что за моей спиной вот это вот все надо будет как-то переработать потому что там очень много старого леса состоит от стройки ну скорее всего надо его будет порезать на какие-то нормальные заготовки и как-то более компактно это все сложить потому что надо и стену там обшить привести в нормальный вид потому что пеноблок торчит это уже как-то не по фэншую так что ребята до конца этого года у меня план жесткий доделать мастерскую до реально состояние удобно чтобы вот на самом деле можно было прийти и сделать то что душе угодно и не думая никаких приспособах никаких станках чтобы не менять все местами и так далее да по существу действий как вы поняли это сейчас создаю пазы по своей старой схеме то есть я подкладывал линейку чтобы добрать как бы пильный диск до 3 миллиметров потому что полочки внутри этого стеллажа к будут сделаны из мдф-трешки техника на самом деле не очень безопасная поэтому аккуратненько попытается это повторяет линейка и и надо очень жестко прижать чтобы она не дай бог никуда не вылетела никуда не отскочила так что имейте это в виду ну а стеллажик как вы поняли создается для вот этих контейнеров да я знаю что они вешаются на дипрейку и прочее прочее но я решил сделать вот такую классическую историю потому что ну как-то больше доверяю вот такому стеллажу потому что некоторые контейнеры реально могут быть тяжелые с саморезами все в таком духе контейнеры конечно реально облегчат вообще многие вещи потому что весь крепеж туда пойдет и шканты и юбиля и все что используется в повседневной работе потому что все это как-то сейчас не структурировано вообще ни разу так что ребята планов конечно громадью и постараюсь я сейчас почаще снимать какие-то ролики но естественно даже мелочи вот такие если есть я буду объединять в какие-то более-менее смотрибельные видео хочу сейчас в мастерскую где-то замутить монитор какой-нибудь бэушный кстати может быть есть у кого потому что дело в том что у меня на втором этаже прямо над мастерской находится мое рабочее место где у меня компьютер стоит и в принципе я так подумал если в мастерскую спущу юсб шку и соответственно hdmi какой-нибудь то у меня будет монитор клавиатура мышь все что надо в мастерской тоже компьютер у меня работает с утра и до ночи я его не выключаю вот а если это все дело будет в мастерской соответственно я буду чаще в мастерской смогу больше делать больше снимать тут же все это сбрасывать ну как-то поудобнее будет на так обычно в течение дня конечно много раз поднимаешься наверх почитать комментарии ответить кому-то ну и залипаешь на каких-то видео блин на час на полтора а так можно будет краем глаза что-то смотреть и параллельно работать но это я у юры чалова подсмотрел его конечно классно в этом плане все обустроено смотреть то там особо не получится но как меню как радио все это дело можно послушать так что ребята если у кого-то вдруг завалялся какой-нибудь мониторчик буду признателен потому что ставить новый монитор в мастерскую покупать ну сами понимаете это как-то не первостепенная задача для нее так что ребята вот такое вот видео на сегодня небольшой такой апгрейд но реально удобнее стало надо эти контейнеры будет подписать и заполнить ну все ребят спасибо за внимание увидимся в следующем месяце всем удачи и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»